Слабость сокращения мышц Слабость сокращения мышц Слабость в кистях рук Слабость в ногах при ходьбе При заболеваниях щитовидной железы Таких как тиреотоксикоз Увеличивается скорость обмена веществ И также снижается уровень калия Поэтому могут беспокоить не только боли в ногах Но и потеря мышечной массы Вследствие того, что происходит распад белка в мышечной ткани При гипотиреозе, наоборот, скорость обмена веществ замедляется Поэтому наблюдается такой вот как бы слизистый отек тканей В том числе и мышечной Поэтому происходит дискомфорт при работе мышц При таких заболеваниях, как гипопаратиреоз Снижение функции паращитовидных желез Вследствие повреждения нескольких из них Либо их удаления после хирургических вмешательств На щитовидной железе Вследствие недостатка кальция Возникает слабость в мышцах И могут даже быть судороги мышцы При недостаточности на почечниках Возникает мышечная слабость При недостаточности витамина Д Нарушается усвоение кальция Поэтому также наблюдается слабость в мышцах И снижение силы мышечных сокращений Если у вас есть подобные симптомы Это может быть одним из эндокринных нарушений Нужно обратиться к эндокринологу Для дальнейшего исследования причины этих нарушений Что делать при хронической усталости? Хроническая усталость может быть симптомами Симптомами таких эндокринных заболеваний Как гипотиреоз, гиперкортицизм Это повышение уровня гормонов на почечниках Сахарный диабет, недостаточность витамина Д А также дисфункция гипоталоза Поэтому если нет улучшения от оптимизации режима сон-подрствования Здорового питания, соблюдения питьевого режима А также есть изменения артериального давления Как снижение его, так и увеличение Растяжки на теле, головная боль, сухость во рту, жажда Непонятное снижение или увеличение веса Лучше обратиться к эндокринологу Что делать, если выпадают волосы? Причиной выпадения волос могут быть некоторые эндокринные нарушения Такие как заболевание щитовидной железы Гипотиреоз, а также гипертиреоз Гиперфункция коры над почечником Гиперкортицизм Гиперандрогения Увеличение мужских половых гормонов у женщин А также недостаток йода и силен Рекомендую обратить внимание на следующие симптомы Которые могут быть наряду с выпадением волос Это обратить внимание на участки, где именно выпадают волосы Если они выпадают в области висков и на макушке То может быть симптомом гиперандрогении Изменения давления могут быть проявлением Заболеваний щитовидной железы, а также над почечником Изменения пульса, если он выше 90, либо меньше 60 Могут быть свидетельствовать о нарушениях щитовидной железы Изменения веса без явной причины Может быть обусловлено избытком гормонов над почечником А также гормонов щитовидной железы Недостаточность йода и силена могут быть обусловлены изменением, нарушением менструального цикла Если есть какие-то нарушения, помимо выпадения волос Это выше перечисленные Лучше обратиться к эндокринологу для возможного их устранения и лечения Аутоиммунный тиреоидит Это заболевание иммунной системы, при котором почему-то вырабатываются антитела К тканям щитовидной железы К сожалению, на сегодня нет лечения, которое направлено на причину заболевания Поскольку полностью причина его неизвестна Если у вас выявлен аутоиммунный тиреоидит, что делать? Первое. Использовать ядированную соль в пищу Это полезно также для профилактики аутоиммунного тиреоидита и других заболеваний щитовидной железы Второе. Раз в три месяца контролировать тиреотротный гормон Этот гормон наиболее чувствителен к изменениям функции щитовидной железы Поэтому нужно контролировать его Если гормон в норме, попадает в референтный интервал А нормы тиреотропного гормона для лиц молодого возраста и детей от 0,2 до 2 Если попадает в этот интервал, то происходит наблюдение дальше Если же гормон ниже, либо выше референтного интервала Нужно обратиться к врачу-эндокринологу для коррекции Может ли аутоиммунный тиреоидит быть причиной нарушения настроения? Если есть гормональное нарушение, безусловно, могут быть нарушения настроения и требуется коррекция Если гормон в норме, нужно искать другую причину нарушения настроения Какие другие причины могут быть? Это может быть увеличение уровня гормона пролактина, который является гормоном стресса Может быть также увеличение количества мужских гормонов у женщин Которые могут приводить к агрессивному поведению Гиперинсулинизм у людей с избыточной массой тела Может приводить к снижению сахара крови, гипогликемии Которая тоже приводит к эмоциональной лобильности и нарушению настроения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok